всем привет дорогие друзья меня сегодня бычок боря обещала вам по нему заливку обещала выполняем форма это от наташи ссылочка на ее группу будет в описании под этим видео на сайте написано что бычок весит 88 грамм сделаем посмотрим делаю форму спиртом чтобы основа не растекалась вообще здесь ямочки для глазок очень удобные ничего никуда не выливается и все заливается одной каплей вот так раз и все один глазик чуть-чуть подождали буквально чтобы сверху на мыльной основе образовалась пленочка и глаз перестал у нас шевелиться то есть чтобы у нас точно не вытек и вот здесь у нас второй глазик рядышком точно так же как всегда на камеру очень неудобно потому что но я неестественно держу форму не так как держу ее когда без камеры это ничего страшного берем зубочистку и когда мыльная основа подстынет аккуратно и уберем и удаляем глазки я нацарапала теперь давайте заливать рожки аккуратненько белая мыльная основа также точно заливаем и ждем пока образуется пленочка после этого переворачиваем форму и заливаем вторую руку в эту же основу которая еще принципе не успела остыть хотя тут и грамм 5 всего-то добавляем каплю какого-нибудь коричневого пигмента я сегодня взяла пигмент пирожное ну и наверное все же сделаю я мордаху чуть-чуть вот с розовиночкой хотя можно этого не делать можно оставить я вот немножечко совсем основу мало поэтому капли было бы много может и немного добавлю каплю ладно уж и тогда сюда еще пирожное открываем форму опять таки вам наверное видно не будет да в общем то здесь очень легко заливается мордашка она нас такая крупная скажем так просто держим форму вот так и заливаем и ждем пока она полностью застынет борину застывшую морду я процарапала подтопила немножечко основу которая покрылась уже пленочкой добавляю пигмент более темного цвета у меня это шоколад посмотрим мне нужен такой цвет потемнее чуть-чуть вот у бори есть кисточка на хвосте вот она и мы ее сейчас зальем вот этим цветом шоколад и между рожками у него есть такой вот чубчик прямоугольный сбрызгиваем спиртом и таким же цветом делаем ему чубчик здесь аккуратненько все заполняем и оставляем застывать эту же основу я снова еще раз растопила добавляю еще больше пигмента шоколад чтобы прям темнее цвет был вот прям такой темный темный и нам надо залить с вами копытом вот они копытом и мы их вот так по одному заливаем очень экономично прямо у меня все из одной рюмочки и потом эти остатки которые останутся я солью в большую чашечку добавлю белые основы и тогда уже будем вместе с этими остатками делать основной цвет бори чтобы ничего не оставалось я не люблю когда остаются разные кусочки поэтому стараюсь все так использовать здесь еще в общем тут все впереди все четыре копыта спиртом тут не сбрызгиваю и ячейки для них довольно таки глубокие ничего никуда не вливается что очень удобно принципе он очень легкие заливки но видела фотографии как девочки заливают его вообще полностью одним цветом а вот эти все копыта значит просто покрывают сверху первым утром как бы тоже неплохо смотрится но я лучше повожусь так вам не видно сейчас прошу меня простить тут никак не развернуть все вот они копыта наши залиты вот такой цвет у меня получился но мне он не нравится потому что он очень похож на цвет наших других заливок поэтому добавляю сюда желтенького чуть-чуть чтобы оттенеть и сюда конечно теперь уже нужна нам отдушка у меня сегодня отдушка клюква около 20 капель я добавляю на такое количество мыльной основы перемешиваю сразу никогда не наливаю всю основу форму потому что огромная вероятность того есть что наши мелкие детали от горячей мыльной основы все расплавятся поэтому вот так слишком мы не открываем форму широко почему потому что если сейчас я форму сильно открою мелкие детали которые уже застыли они отойдут от силикона и основа зальется под них поэтому я этого не делаю сейчас я просто покрываю тонким слоем таким защитным как бы слоем глаза морду ну и потом покрою еще и наши рожки с челочкой тоже совсем немножко очень тонким слоем все форму я скрепляю резинками и теперь смело выливаю всю основу до середины простучать чтобы там ушки хорошо пролились и теперь до конца и тоже чуть-чуть вот так простучу давайте доставать мыло из формы и вот здесь аккуратно рожки вот он такой боря получился 81 грамм его вес и для него у меня есть колокольчики красивой веревочки пока нет есть вот такая обычная бечевка колокольчики у меня двух размеров побольше и поменьше поменьше будут для более маленьких бычков повесим ему колокольчик на шею лишнее обрежем вот он такой получается конечно же заливать его можно в абсолютно любых цветах по поводу купольной упаковки сейчас я вам покажу как он в ней будет смотреться как по мне так для него видео есть о том как я делаю дно из обычного пакетика дно я делаю сама а обычный пакетик вот здесь на скотч краешки загибаю просто мыло конечно же должно просохнуть сначала перед упаковкой без тормопленки без ничего потом вот так взять его аккуратненько и завязать и будет вот такой вот мыльный сувенирчик вообще конечно классничая форма такой буря бык прям вот он такой прямо красавчик еще хочется конечно же знаете залить его в черном цвете но тогда вот глаза залить их белым и поставить черные точки вроде как зрачки не знаю как оно будет смотреться но надо попробовать мне кажется в черном цвете он будет прям такой совсем брутальный бык сделать ему светло-светло розовую мордочку и вот в черном может быть классно ну а пока на сегодня у меня вот такой бычок всем спасибо что смотрели нас всем пока